Всем огромный привет! Напомню, что меня зовут Карина. У нас сегодня парфюмерное видео. И я расскажу вам о новом бренде для нашей страны, который называется The Harmonist. Гармонист, как у нас его иронично называют, или всё-таки Хармонист, привезена была в Россию сравнительно недавно, на Enter Charm 2018 года, осенний. Потом в декабре была презентация, я на этой презентации побывала, познакомилась там с ароматами более детально. Сейчас у этой марки есть корнер в ЦУМе, соответственно, туда можно прийти и познакомиться с тем, что там представлено. У меня получается практически половина этой коллекции. Сейчас я расскажу вам немного про историю и про концепцию бренда. Создательница этой марки это Лола Каримова-Теляева, дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. Личность неоднозначная за счёт своего отца. Но я сейчас не для того, чтобы грехи детей и ответственность за грехи отцов обсуждать, а поговорить всё-таки о парфюмерии. Живёт она сейчас в Соединённых Штатах Америки, замужем, и, собственно, выпускает вот эту парфюмерную марку. Первые ароматы у них появились в 2015 году. В 2018 году коллекцию дополнил завершающий, как я понимаю, 11-й парфюм, который называется Transformation. Марка вызвала у меня крайне противоречивые чувства по одной простой причине. Из-за своей концепции. Концепция этой марки – фэн-шуй. Мне вот последние, наверное, 13 лет казалось, что фэн-шуй остался там же, где мои младшие курсы университета. Когда я была студенткой, у нас у девочек было популярно читать книги по фэн-шуй, что-то там расставлять в квартире по фэн-шуй. Я тоже купила такую книгу, прочитала ровно до того момента, когда там было написано о том, что в вашем зеркале должна отражаться одна из самых благоприятных вещей в квартире. В моём зеркале отражался холодильник, и я решила на этом, собственно, завязать. Вся вот эта мистификация и восточная философия – это всегда было от меня далеко, что когда мне было 18, что когда мне 32 года. И я была уверена, что фэн-шуй остался вот там, в 2004-м, знаете. И какое же было моё удивление, что сейчас, оказывается, выпускаются ароматы по этой теме. Соответственно, у марки 10 ароматов, 5 коллекций Инь. Вот она у меня. Нет, это Янь. У меня это Янь. Есть ещё коллекция Инь, есть 11 аромат Трансформейшн в таком голубом флаконе, который как бы связывает всё это воедино. Ароматы я поносила, разносила. И если меня смотрят представители каких-то других брендов, ребят, берите на вооружение, посмотрите, насколько круто оформлен Тревелс комплект. Здесь у нас есть кофр металлический, которым можно поставить любой аромат. И 5 пробирок по 8,5 мл. Это идеальная история для того, чтобы представить свой бренд. Этот бренд можно было распробовать, разносить. И для больших коллекций критиков и журналистов, в общем-то, этого объёма как раз достаточно для коллекции. Если вам аромат не понравится, это вас не сильно расстроит, что у вас будет простаивать такое огромное ведро. Но если аромат понравится, то количество 8,5 мл для большой коллекции самое то. Мне понравилась именно та половина, которая мне досталась. И я рада, что я успела урвать буквально предпоследний набор именно в чёрных коробках, потому что белые мне понравились меньше. Итак, о чём эта коллекция? 5 ароматов. Соответственно, вся история фэн-шуй. Это у нас стихии. Это вода, огонь, металл, дерево и земля, по-моему. И, соответственно, каждый из 5 ароматов посвящён одной из этих стихий. Я все их разносила, поносила, уже составила свои впечатления. И сейчас эти впечатления буду с вами делиться. Также я ещё зимой написала статью, внимание, на косметисту. Поэтому, если я не забуду, я оставлю внизу ссылку на эту статью. Если забуду, вы можете просто зайти на косметисту, войти в раздел «Парфюмерия», «Парфюмерия духи аромата», как-то так она называется. И найти, там не так много люди пишут именно в эту рубрику. Поэтому, в общем-то, мою статью вы найдёте там на третьей примерно странице. Но я постараюсь всё-таки не забыть это сделать. Итак, первый аромат, который у меня в руках, который мне понравился меньше других, называется «Гуидинг Вортер». Или «Направляющая вода». Направляющая вода. С водными ароматами у меня не складывается. Дело в том, что вся вот эта водная тема в парфюмерии, лично на мне, всегда раскрывается, как мокрая собачья шерсть. Это некрасиво, это неэстетично, это неприкольно, это не то, что я хотела бы носить. Поэтому я этот аромат понять не смогла. Однако, если абстрагироваться от моей кожи, вот оценивать его исключительно из флакона, здесь колонн, то есть вещество, которое воспроизводит запах арбуза, дыни, воды, озона и всего тому подобного. Что-то типа кувшинок, каких-то лотосов, цитрусовых немного. И это, по идее, должно передавать аромат пресного водоема, какой-то реки или чистого озера, где там несколько кувшинок плавает. Ни ряски, ни тины, ничего подобного нет. Я знаю, что те, на кого такого плана ароматы раскрываются хорошо, он будет звучать красиво. К сожалению, моя кожа и водные ароматы друг с другом не контактируют. Я иногда могу носить ароматы водные, которые морские, водные, которые речные, это совершенно точно будет собака. Поэтому, да и морские тоже, на самом деле, чаще тоже. Поэтому, к сожалению, не про меня ягодка росла. Но сам аромат отдельно от меня неплох, но такой, он достаточно в азиатской как раз-таки эстетике. Вот это все созерцание, жучок летающий, стрекоза летающая над прудом и все в таком духе. Далее, аромат, который называется Hypnotizing Fire, гипнотизирующий огонь. Вот это вот уже более близкая и понятная для меня эстетика. Он пахнет довольно своеобразно. Потому что это сочетание ванили, не слишком сладкой, но все-таки ванили, и жгучего красного перца чили. За счет чего появляется такое очень интересное ощущение, как будто бы пирог вынули из печи только что. Именно причем не из наших вот этих современных духовок, а из старой травяной печи, которая там была в доме у вашей прабабушки в деревне, занимала собой полкомнаты. Вот настоящая русская печка. И вот этот аромат, он передает именно это ощущение потрескивающих золы, потрескивающих углей, остывающих уже. И вот этого пирога с такой чуть-чуть, может быть, подгоревшей корочкой. Перец создает именно вот это ощущение огня в аромате. Ваниль, соответственно, дает ощущение сдобы. При этом это не сладко, это не съедобно в том смысле, что, ну, знаете, как вот все эти ароматы, которые там карамельками или петушками на палочке пахнут. Нет. Это именно все-таки акварельный рисунок на эту тему, но он уютный, он гармоничный. Он очень хорошо подходит под название всего бренда, гармонизирующий ваше внутреннее состояние. Аромат дома, аромат тепла. Я его с удовольствием ношу, собственно, не только дома, но и в люди. Мне нравится так пахнуть. Хотя я небольшой поклонник гурманской темы, но вот здесь она сделана изящно, элегантно, и я довольна. Третий аромат – магнетик вуд, магнетическое дерево. У меня есть только один вопрос к этому аромату. Почему дерево? Потому что здесь, конечно, есть какие-то там древесные ноты. Вот, знаете, кедры, сандалы, их обычно почти везде добавляют. Но он ни кедрым, ни сандалом не пахнет. Он пахнет мимозой. Он пахнет цветами мимозы. В нем есть некое родство с ароматом мимозы от Пинхалинс. Мимоза от Прады. Вот, скорее, такая чуть-чуть конфетная мимоза, но совсем немножечко. И это аромат вот для сейчас, для нынешней погоды, для нынешнего состояния, для нынешней температуры, когда все уже вроде бы кричит о весне, но тем не менее, вот сейчас, например, весь день была солнечная, но сейчас там на часах 4 вечера и набежали тучки, вечером обещают снег. И вообще еще все-таки холодно, и как бы деревья вроде бы растаяли, но тем не менее на земле лежит снег, у меня в лесу лежит снег, и вот это вот ощущение февральского мордора, когда радуешься каждому солнечному дню скрашивать ароматами с мимозой или с тюльпаном, ну, то есть такими первыми весенними пахнущими цветами, ну, первоцветы как таковые ведь не пахнут, это, наверное, лучшее, что можно сделать в парфюмерном плане в это время года. И мимозные ароматы, они для этого и созданы. У меня есть уже 4 мимозы, не считая вот этой, это, соответственно, пятая. Я действительно довольна, потому что это я точно буду носить с огромным удовольствием. Metal Flower. Безусловный блогерский фаворит, его похвалили все, кто был на презентации, и я согласна, что он действительно заслуживает внимания. Это роза. Его почему-то отнесли к категории шипров. Я не согласна с тем, что это шипра, потому что это альдегиды, современные альдегиды, не Шанель номер 5, такие немножко металлические, что, собственно, отражено в названии. Роза. Роза на ксид, такая роза мясом наружу. И здесь, в пирамиде этого нет, но здесь это ощущается, нота смородинового листа. Он хорош собой, он действительно классный. И я очень рада, что это не очередная история про розу и сахар, которую у нас очень любят выпускать и в люксе, и в нише, что это все-таки такая достаточно прохладная, достаточно влажная, дождливая. А роза, как будто бы это, наверное, майский ваш дачный участок или майский сад какой-то. Розы уже распустились, еще, конечно, не пышным буйным цветом, но, тем не менее, уже цветут. Смородина еще не созрела, но, тем не менее, уже цвела, и вот эти вот зеленые еще ягодки уже висят на кустарниках. И вот это сочетание смородинового куста, розовых кустов и недавно прошедшего дождя есть в этом аромате. Это очень красиво. И вот его я, наверное, бы хотела, может быть, в большем объеме, но, с другой стороны, это моя жадность хочет, а мой разум говорит, что, Карина, тебе вполне хватит 8,5 мл. И завершая эту линейку, аромат Роял Эвс, Королевская земля, его отнесли к категории фужерных. И, опять же, вызвали у меня тысячу вопросов. Почему фужерные? Потому что это красивейший ирис, в котором есть и земля, земляная его часть, корни, и налипший на эти корни коми и грязи. И при этом в нем есть и цветок ириса, вот этот вот сиреневый, скорее всего, красивый. И он очень красиво стартует этот аромат, но, к сожалению, есть на нем такой грешок, что он потихоньку начинает немножко стихать. Из-за этого его хочется подновлять. Я не говорю, что это не стойка, нет. Он держится на коже. Но это тихо. Это вот когда в запястье уткнулся, ты ощущаешь его, а так вся красота, аромата, она здесь вначале, и с базой немножко, как мне лично кажется, чуть-чуть схалтурили. Но, возможно, так кажется мне, возможно, он так себя ведет на моей коже. Я не сравнивала, и других обзоров на эту марку не так пока много. Он классный, он классный. Я с удовольствием, я люблю очень ирисы. У меня много разных ирисовых ароматов. Есть ирисы, как пудра, есть ирисы, как корни, есть ирисы очень драматичные, есть ирисы такие помпезно-плюмажные. И еще один ирис в коллекцию, знаете, в моем случае, точно совершенно никогда и никому не повредит. Вот таким было мое мнение о самих ароматах. Всю коллекцию подписал Гиом Флавиньи. Он работал на Ком-де-Гарсон, еще на какие-то брони. Это, конечно, много на масс-маркет, потому что они все работают много на масс-маркет, жить-то как-то надо. Ароматы эти можно приобрести в ЦУМ. Я не знаю, есть ли там вот такие наборы, или там только полноразмерные флаконы. Также развивает, также у них есть бутики в Париже и в Лос-Анджелесе, кстати. Если бываете в этих городах или живете в них, можно заглянуть туда. Там вот все прям по фэн-шуй, вдруг вам близка эта тема. Также, если вам вдруг близка эта тема, у них на сайте и также сделано даже целое приложение, где можно зарегистрироваться, указать там свои все эти данные рождения, место, время. Все, что в таких случаях обычно нужно указывать. И вам выдадут аромат, который должен вам подойти. Я из любопытства, но если я это отрицаю, я должна это проверить. Правильно? Я зарегистрировалась, все данные ввела, и мне посоветовали аромат на водной основе. Помним, вода, мокрая, собака. Возможно, утонувшая даже. Я в очередной раз убедилась в том, что вся эта история про выбор аромата по дате рождения, она не работает, и аромат нужно выбирать исключительно своим носом. Здесь есть, что выбрать. А насчет оставшихся шести, получается, мне меньше, что сказать. Я помню, что на презентации они мне понравились меньше. Почему я их, как бы, и очень радовалась, что успела урвать коробку в черном цвете. Однако, я не исключаю того, что если подойти и разобраться внимательно, то там тоже можно найти массу всякого разного интересного. Поэтому идите, знакомьтесь, пробуйте носом. Ароматы интересные в том смысле, что они достаточно сдержанные, достаточно элегантные, достаточно с нестандартным порой прочтением того или иного вопроса. Ну, например, как вот этот аромат, посвященный огню. Как бы булочки в дровяной печи – это не самая, наверное, простая, близкая, вернее, не самая первая мысль, когда мы думаем о теме огня. Как правило, огонь – это у нас будет что-то типа флердоранжа или какой-нибудь золы, дыма. Да, ну, то есть какие-то такие ассоциации с огнем. А здесь вот так вот все совершенно нетипично и просто с другой отправной точки. Поэтому идите, знакомьтесь, пробуйте, если вам в вашем городе это доступно. Обязательно пишите мне в комментариях, пробовали ли вы эти ароматы и понравились ли они. А может быть, у вас есть уже какой-то из них в коллекции. Мне будет приятно почитать комментарии. Также не забудьте подписаться на Инстаграм и Телеграм-канал, если вы этого еще не сделали. Ссылки будут в инфобоксе. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. Пока-пока.